Люди заметили хромающего Сэнфорда на улицах Далласа, США после того, как его сбила машина. Песик не мог нормально ходить, и о нем срочно сообщили в местную службу контроля животных. Помимо травм после удара машиной, спасатели обнаружили у пса застаревшее пулевое ранение в правой задней лапе. Тогда Сэнфорда отвезли в ближайший приют, который оказался тесным и шумным. У приюта не было средств, поэтому песика никто не собирался лечить. Он с поникшей головой сидел в клетке, умаляющими глазами смотря на всех, кто проходил мимо. Без лечения и особого внимания, песик пробыл в приюте неделю, пока однажды туда не зашел волонтер местного центра спасения Даллас Дога. Увидев, в каком состоянии Сэнфорд, волонтер решил не медлить. Он был разбит. Когда наш волонтер подошел к нему, он даже не попытался встать или повилять хвостом. Казалось, он сдался и просто ожидал своего часа, рассказывает директор центра. Персонал центра решил помочь бедняге и как можно скорее. Они забрали его из приюта и отправили на лечение в ветклинику, где врачи делали все, чтобы спасти Сэнфорду лапу и вернуть ему волю к жизни. К счастью, все получилось. После выписки, Сэнфорд отправился на передержку к волонтеру Карен. Всю дорогу до дома опекунши Сэнфорд ехал на переднем сиденье, и с его мордочки не сходила улыбка до ушей. В этом жизнерадостном существе было сложно узнать когда-то несчастного забитого пса. С того момента Сэнфорд не переставал улыбаться. Он не мог скрыть своей благодарности людям, которые спасли его. Сейчас песик каждый день ходит на прогулки, играет с другими собаками, живущими на передержке, и просто наслаждается жизнью, о которой и не мечтал пару месяцев назад. В возрасте 10 лет Сэнфорд считается пожилой собакой, но по нему совсем этого не скажешь. Для своего возраста он ведет себя весьма активно, рассказывает опекунша. Он как старичок-джентльмен. Если ему, например, 95 лет, он чувствует себя на 50. Сейчас для доброго очаровашки Сэнфорда подыскивают постоянных хозяев, которые полюбят его всей душой. Желаем ему скорее обрести любящий дом.